Всем привет! Сегодня я хотел показать вам очень красивую партию, в которой мы жертвуем Ферзя и ставим блестящий маг пешкой. Обязательно досмотрите до конца, потому что эта ловушка также вам поможет выигрывать в своих партиях. Итак, мы играем за белых, начали партию в ходом Е4, черные ответили Д5, скандинавская защита, мы забираем ЕД, черные забрали Ферзе 5. Мы играем конь С3, напали на Ферзя, ну и в этой позиции у Ферзя очень много полей для сступления, такие как А5, также С6 есть, Д5, точнее Д6, а также они могут сыграть Е5, дать нам шаг. Но есть еще один ход в этом варианте, это как отступить назад, сыграть Ферзе 8. Вот так вот, то есть просто открыть поле для своего слона и отступить назад. Это не нестандартный ход, то есть такой ход есть в этом варианте. Ну и мы играем Д4, потихонечку захватываем центр, и именно с помощью этой пешки мы сможем в конце победить соперника. Да, смотрите, как это будет происходить. Черные сыграли конь С6, они напали на нашу пешку на Д4 своим конем и Ферзем, а мы защищаем только пешкой. Из-за этого мы играем конь Ф3. Защищаем пешку, черные сыграли слон Ж4, связали нашего коня. Ну и, как я говорил, первый плюс этой пешки, то что он уже продвигается и уже создает неприятности для соперника. Он напал на коня. Если в этой позиции черные забирают слона Ф3, типа разменять там фигуры побольше, то у них ничего не получится, потому что мы просто забираем Ферзе Ф3, опять же защищаем пешку. Также у нас будет преимущество двух слонов. Мы можем слона на Б5 вывести, а другого на Ф4 и нападать на соперника. Ну и одновременно конь под нападением. Из-за этого после хода Д5 черные замечают и не забирают слонов Ф3, а играют конь Е5. Они видят то, что наш конь под связкой, еще дважды на него давят. Ну и в этой позиции мы делаем жертву и играем конь Е5. И в этой позиции прошу заметить то, что черные могут забрать нашего Ферзя, а также не могут забрать. Но если они не забирают, допустим, просто отступают там слоном на Ф5, допустим, то у нас просто лишняя фигура. То есть, вот как мы видим, то что две ладьи, две ладьи, у них раз-два-три легкие фигуры, а у нас раз-два-три-четыре. А также у нас позиция очень сильная, мы уже посихонечку захватываем центр, и у нас конь тоже в центре. Из-за этого черные решили мучиться не забесплатно и забирают слон Д1. И тем более, после взятия слон Д1, там как в варианте мат легали, нету каких-то матов. Но в этой позиции мы играем слон Б5. Делаем шаг сопернику, понимаем то, что Ферзюм защищаться не хочет, потому что мы играем слон Д7. Ну и после этого видим то, что мы забираем вот этого слона. Остаемся с двумя лишними фигурами. А также позиция у черных плохая, потому что после отступления, допустим, слоном на А3, на Ж4, мы можем сыграть конь Ф7, сделать вилку на ладью. Ну и у нас очень сильная позиция, и в этой позиции просто черным бесполезно играть. Из-за этого после хода слон Б5 шаг не хочется отдавать Ферзя. Черные сыграли С6. Ну и, как я говорил в начале, после хода Д4, эта пешка проходит вот такой вот путь, забирает ДС и будет в дальнейшем ставить мат. Ну и в этой позиции черным лучше было бы сдаться, но они могут сделать... Ну, видим то, что грозит ход С7 с шахом и с взятием Ферзя, а на Д7 не получится, просто потому что у нас конь стоит, и мы можем его забрать. Но есть вот такой вот компьютерный ход, как слон Е2. Ну, тут мы тоже можем выиграть. Человек, конечно, до этого не додумается, но, допустим, если соперник дальше сыграет слон Е2, чтобы после того, как мы сыграли С7, забрать нашего слона, мы просто играем С7 шаг. Видим, что опять Ферзь Д7 не получается, мы забираем слон Д7. После С7 приходится забирать нашего слона, как я играл до этого, сыграть слон Е2, чтобы забрать слона. Но мы все равно играем за Д, неважно, Ферзя, Ладью забираем. Но главное не другую фигуру, то есть либо Ферзя, либо Ладью, потому что тогда черный могут не забрать. Ну и после того, как они забирают, мы играем конь Б5, и у нас просто выиграна позиция, лишняя фигура. Слона можем вывести, потом сыграть король Е2, вывести двух Ладий. А также, допустим, если вдруг черный Зевнут, там сыграет, допустим, А6, мы можем сыграть конь С7, это будет даже шаг и мат. Вот так вот, дорогие друзья, обязательно выучьте эту ловушку. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Спасибо всем за просмотр, всем удачи и всем пока. Продолжение следует...